Ну что, приветствую вас, мои дорогие друзья! Я открываю новую рубрику, где я буду готовить для вас. Я на самом деле очень люблю готовить. Ну, как очень люблю готовить? Я очень люблю готовить быстро. Быстро и вкусно. Я не люблю тратить на это много времени, но что-нибудь своими ручками, особенно полезненькое, я очень люблю сделать. И сегодня я вам покажу, вот сейчас вечер, всё как есть. Я, бывает, ем на ночь. В последнее время часто. И сейчас мне очень захотелось сладенького. А сладенького ничего нет, ничего не прикупила. Поэтому сделаю сейчас сама. Готовить я буду в мультиварке. Это не реклама, сразу говорю. У меня хорошая мультиварка, мне подарила её мама. Спасибо ей большое. На самом деле, действительно очень полезная вещь. Недавно отключили газ на такое длительное время. И я не всё просто готовила, даже от того, что нет книжечки, рецептов. Поэтому сейчас хочу поделиться с вами запеканочкой. Очень быстро. Для этого нам понадобится 2 яйца, манка, 2 столовые ложки, творог, 300 грамм, масло для того, чтобы смазать сковородочку, корица, сахар и джем. Джем можно использовать любой. На самом деле, я сейчас вот с джемом буду пробовать первый раз делать. До этого я делала с изюмом. Просто объедение было, я всю запеканку, которую я сделала, я её съела за один день. Помимо того, что я ещё что-то другое ела. Да, я много ем. Значит, сейчас мы, что мы делаем? Мы вбиваем яички в одну массу с сахаром. Сахар в мультиварке, в этой есть мерный стаканчик. Такой я, честно говоря, не знаю, сколько здесь. Но я сделала я по рецепту и делала здесь 3,4. Мне показалось очень сладко, у меня всё было во рту сладко. Поэтому я сделаю меньше, на глаз это где-то, может, 3 столовые ложки будут. Вот, сейчас я просто сделаю в 2 раза меньше, чем делаю тогда. Ой, всё слепится мимо. Так, наверное. Тем более джем ещё туда будет добавляться. Тоже забыла. Наверное, даже этого не много будет. Сейчас проверим, сколько это столовых ложек. Чтобы вам было понятно. Понятнее. Раз. Два. Три. О, вот это я вам сказала вначале неправильно. Четыре. Пять. Пять. Не буду делать много, потому что сильно сладко вообще, конечно, не ай. Добавлю немножко соли. Ну, соль для вкуса. Я как-то сама привыкла. Прям совсем чуть-чуть щепоточку вы добавляю. И всё это вымешиваем. У меня есть блендер, конечно, но его доставать, смыть. Тут не принципиальный вопрос, вымешивать всё это. У кого есть блендер, можете вымешивать блендером. Всё это взбиваем мы до 1 мм. В рецепте написано, что в отдельной посуде мы всё это смешаем. Я не люблю вот эту вот кучу посуды пачкать, поэтому я всё вмешаю сюда. Дальше мы сюда вмешиваем манки, 2 столовые ложки манки, 1 четвёртая чайной ложки корицы. У меня здесь столовая, поэтому я на глаз сделаю. Ну, то есть совсем чуть-чуть для вкуса, наверное. Всё это помешаем сейчас. Прямо самой интересно, что получится. И творог. Вот у меня осталась половина, как раз таки от предыдущего. От предыдущей запеканки. Надеюсь, я порезвелила. Творог обычный. Домашний, можно сказать. Я очень надеюсь. Дала в магазине, обычный творог. Пакетика. Пачки не пробовала делать, но я думаю, не принципиальная разница будет. Вот. Всё это мы размешиваем, вымешиваем. Комочки разбиваем. Пижаме даже без этого. Я, честно говоря, на ночь люблю в пижаме готовить. Пошу по-быстрому. Ну, чё здесь не выможешься даже силой. Для того, чтобы комочки лучше растоптать, я использую ложечку. Вот так всё сниму. Ложечкой, как лопаточкой. Всё это размять. Блендер не использую ещё, потому что время позднее. Чтобы не шуметь сильно. Не беспокоиться сильно. У кого бесшумный блендер, всё, конечно, это намного быстрее делается и проще. Я люблю использовать все эти вещи, там, кубикорезки, все дела. Как-нибудь покажу вам, какая у меня мясорубка крутая. Кубикорезки. Теперь тушу капусту, делаю салат из капусты просто. С удовольствием. Самое мое нелюбимое было, что я очень не любила шинковать капусту. Прямо, ну, ничего сложного, но это не любовь. А капусту очень люблю, и пироги с капустой, и свежую капусту шинкованную со всякими травами. Ну вот, у меня, то есть, не совсем прям тут супер без комочков. Укажу, если видно. Ну, почти однородная, с небольшими комочками. То есть, это будет, я думаю, нормально. И нам нужно добавить 30 грамм джема. Кто не знает, для того, чтобы открыть баночку, я вот сюда использую ножичек. Выпускаю газ. Кто-то переворачивает, бьет, там сидет. А я так. 30 грамм. Сколько у нас это 30 грамм? Я не знаю, честно говоря. Вот такая я хозяйка. Ну, на глаз сделаем, что. По-моему, в чайной ложке у нас 5 грамм бьет. Если не ошибаюсь. Я беру джем клюка. У меня потертая с сахаром, вообще, у меня не джем. Значит, сделаем, давайте, не знаю, сколько. Сколько. Наверное, чтобы было существенно, как-то на вкус там был, да? Что-то, сколько вот это я положила. Не знаю. Ну, еще положу. Посмотрим. Все это перемешиваем. Если чего не хватит, можно всегда в прикусочку сверху. Все, помешала. Помешала, все добавила. Теперь, мультиварочка моя. Что я делаю? Я включаю меню. На меню я ищу слово выпечка. И ставлю на 30 минут. У меня здесь только 40. Почему-то, не знаю, почему я еще с ней особо не разобралась. Но даже у меня написано 30. В общем, ставлю старт. Далее. Вот это от мультиварки кастрюлька. И ничего не пригорают, ничего не нужно подкладывать. Ну, единственное, смазать, конечно, нужно. Хотя я уверена, что если не смазывать, я, по-моему, даже так делала, ничего не пригорают абсолютно. Очень легко моется. Я счастлива просто. Немножечко наливаю. Можно делать на сливочном масле. Может быть, так же вкуснее. Я не знаю. Ну, я не люблю растапливать все дела. Оливковое масло. И просто вот так вот размазала. Эта штучка, кстати, очень классная. Купила в Экспрессе. Давно не мечтала. Так ее размазывать. Все. Вот размазала. Немножечко по бокам размазала. Всю нашу смесь мы сюда высыпаем. Что я выкладываю? Такое ощущение, что что-то забыла. Мало ингредиентов. Все выложили. Оно все само тут распределилось ровненько. Вот так еще мы поровняли. Показывать не буду. И вы, наверное, представляете, что это здесь. Все. Я кладу это в мультиварочку. Поставила, значит, время. В прошлом все я тоже делала на 40. Причем забыла. Ничего не подгорело. Все нормально. Поэтому 40. Вот у меня уже 38 показывает. Застегиваю. Ну и все. Я жду. Моя мультиварочка запикает. Когда все будет готово. Потом дать немножечко остыть. И можно есть. Ну все. Ну что, дорогие друзья. Вот наша запеканочка и готова. Я добавила немножечко сметанки. И сейчас буду это все скорее есть. И, дорогие друзья, Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Может быть, вы что-то бы добавили или изменили. Также в комментариях вы можете писать некратенько содержание своих рецептов. Может быть, я что-то захочу и приготовлю, попробую. Обязательно подписывайтесь, чтобы не упустить новые рубрики, новые видео. С вами была Селена Стей. Увидимся! Моя кухарочка. Это не я кухарочка. Это она кухарочка. Мое-то дело маленькое. Все смешало и все. Время ровно 12 часов ночи. Пофиг фигура. Я буду ее есть. О, теперь же надо попробовать, как это все вкусно. Как это все вкусно. Я буду не терпеться. Так что... Чувствуется корица. Так бы хотелось, чтобы мой любимый сейчас был рядом и попробовал это. Очень вкусно. Я просто не могу удержаться, чтобы положить этого отдельно тарелку. Очень вкусно и нежно. Чай с танканик. Чай с танканик. Продолжение следует...